Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, рада очень видеть знакомые лица, любимые лица и не менее рада видеть лица незнакомые. Преамбула небольшая, я понимаю по времени, очень прошу меня контролировать, потому что желтая папочка вот там лежит. Добрый день. С публикой мы решили создать некую картину идеального отделения палеоативной помощи или отделения хосписа и обратились к вам, уважаемые медицинские сестры, с разработанной анкетой. С тем, чтобы вы нам помогли выработать те критерии, которые, на наш взгляд, именно были вот такими вот идеалистичными для тех отделений, в которые вы хотели бы работать. Анкет прислали много, мы даже не рассчитывали на столько, чтобы было 400 анкет. Анкет прислали из 28 областей, 48 населенных пунктов. И обратите внимание, что нас очень порадовало. Люди, стаж работы в отделении палеоативной помощи, тех медсестер и медбратьев, которые нам дали обратную связь. 70% — это люди, которые проработали по специальности больше трех лет. Это к вопросу о осознанности выбора, вашего выбора, где вы работаете, и о текучке кадров в отделениях. И очень кратко те вопросы, которые мы осветили и попросили ответить по 10-бальной системе. Кто отвечал на эту анкету, их помнят. Кто не видел, посмотрите, из чего. Состояла эта анкета, из каких вопросов. Еще раз говорю, от 0 до 10 мы просили оценить ваши отношения к этим критериям. Вот эти вопросы, их 18, их очень много. И это и о заработной плате, и о наличии вспомогательных средств, современных перевязочных средств, средств по уходу, наличии или возможности прогулок, питания пациента и так далее. Это очень большая группа различных критериев. Как вы считаете, из тех вопросов, которые здесь были, освещены, на какой ответ больше всего у нас баллов заработал? Молчат, да? У нас в Севастополе сразу сказали, конечно же, зарплата. Конечно, зарплата, да, это вот другого ничего. На самом деле вы удивитесь. Да, и количество пациентов, спасибо. На самом деле вы, наверное, тоже, как и мы, удивитесь. Посмотрите, пожалуйста, какое место, ну так вот в ранжировании, да, заняла заработок, высокая или достойная заработная плата, был правильный вопрос. Четвертое. Дорогие наши немеркантильные медицинские сестры отделений палеоативной помощи, спасибо вам большое за то, что вы так бескорыстно работаете. И считаете, что ваша работа – это прежде всего наличие вспомогательных средств, соотношение медсестра-пациент, приближенный к рекомендованным штатным единицам, к одной медсестре не более 10 пациентов, и наличие перевязочных материалов и современных средств по уходу. Очень кратко по поводу вспомогательных средств. Мы конкретизировали вопросы по функциональным кроватям, средствам по перемещению, каталка для мытья пациентов, то есть взяли и стандарты оснащения отделения. И вот посмотрите, это функциональная кровать. Является ли, каждая ли функциональная кровать является помощником медсестра по уходу за пациентами? Это функциональная кровать. Каждая ли каталка для мытья пациентов является вам помощником в уходе за пациентом? Продолжение следует... Надеюсь, что они уже есть у вас. Это тоже вспомогательное средство по уходу, средство будущего, но я надеюсь, что все-таки не в палеотиве, потому что ничего не заменит ваших рук, вашей доброты и вашей коммуникации с нашими пациентами. Уж точно не робот. Продолжение следует... Это наличие адекватного количества документации, которые заполняет медицинская сестра. Вот сейчас только что коллеги сзади сидели, они вышли на перерыв и очень бурно обсуждали то, что нам бы поменьше заполнять бумажек, было бы, наверное, счастье для наших пациентов. Это, конечно же, обучение медицинских сестер. Желательно выбирали все-таки на рабочих местах. И комната отдыха для медицинской сестры. Еще очень важно в эту категорию, это наличие времени для разговора с родственниками наших пациентов и с пациентами. Палаты. Какими они должны быть? Нет мелочей в хосписе. Действительно, их нет и не может быть. И это слова Сесилии Сондерс о том, что здание может помочь человеку в его страдании. Да? Это палата отделения палеотивной помощи. И это палата хосписа. Нет, не 15. Территория, которая относится к отделению палеотивной помощи, где доступно, да, может человек погулять, пациент погулять, родственники погулять, медицинские сестры. Посмотрите, как это красиво и как приятно, наверное, находиться здесь. Хотя здание, видите, оно, в общем-то, требует внешнего ремонта точно. Не убрала эту картинку. Она не совсем, конечно, по анкете, но очень важно все-таки правильно подбирать среди по палате не только по половому признаку, а именно подбор должен быть по состоянию пациента. И что является менее важным для наших респондентов, что вы отметили как менее 8 баллов, это участие в конференциях, это наличие волонтеров в отделении, это общение с... Ой, это, простите, это нахождение родственников в палате в течение 24 часов, это наличие священнослужителя или молельной комнаты. Как раз-таки в Севастополе подошел батюшка и сказал, почему так получается, что меньше всего баллов набрал, для него, естественно, это важный пункт был. И он очень огорченно подошел и сказал, почему так. И вот здесь у нас была 30-31 октября конференция, и впервые мы пригласили духовенство, и у них был целый семинар, и присутствовал Пателемон, это епископ Орехова-Зуевский. И он сказал, что мы согласны, что священников тоже нужно учить в паллиативной помощи, потому что не каждый священник, как мы понимаем, будет нам в помощь. Но у нас есть другие примеры, слава Богу. И в конце выражаю благодарность старшим медицинским сестрам Екатеринбурга, Кемерово и города Москвы, Лысковой Светлане Леонидовне, Цыплаковой Дарьи Сергеевны и Ведяпиной Марине за то, что они мне помогли эту анкету осуществить и претворить жизнь. И я вас поздравляю с тем, что следующий год будет уже признан Всемирной организацией здравоохранения как год медицинской сестры и акушерки. Поэтому надеюсь, что будет все-таки и признание, которого вы достойны. И слова, которым я заканчиваю с выступления, они опять же принадлежат Силе Сондерс, основоположницы хосписного движения, что хоспис — это философия, из которой следует сложнейшая наука медицинской помощи умирающим, а также искусство ухода, в котором сочетается компетентность и любовь. Спасибо вам большое, что вы компетентны и вас много любви. Спасибо.